Близится открытие курортного сезона. Сочи ожидает миллионы туристов. Автопоток, предупреждает ГИБДД, увеличится в два раза. Бизнесменам необходимо активизироваться. Нынешние предложения могут не справиться с ожидаемым спросом. От представителей малого и среднего бизнеса город ждет новых идей. Пошли на все. По большому счету, встреча в районах, которые я проводил, они сводились к тому, что надо, ребята. Скажите, что надо. И мы вас поддержим. И не только юридически поддержим, финансово поддержим для начала. Рассказывали по полчаса возможности фондов. Не только суды, а фонды, где до 2 миллионов рублей можно брать на полтора года до 10%. До 10%. Начиная от 6 до 10. Хорошие условия. Лучше не придумаешь. Тоже тишина. Начинающим предпринимателям город также готов помочь. Для раскрутки бизнеса муниципалитет предлагает суду в 300 тысяч рублей. Условия города – это цивилизованный, качественный бизнес и, разумеется, интерес к работе. Чтобы добиться желаемого результата, отмечает мэр, трудиться необходимо самому, а не сдавать имущество в аренду. Для сучинцев, которые не знают, на чем сегодня можно заработать, готовы проводить бесплатные семинары. Местный бизнес оказался не готов к новому Сочи, круглогодичному и востребованному миллионами туристов. Опыт в этой сфере можно и перенимать, отмечает Анатолий Пахомов. Предпринимателям не нужно изобретать велосипед, нужно строить бизнес на велосипедах. Те же велокофейны сегодня актуальны во всех известных курортах. Краснодар, вы не представляете, как меня одолевает с этими, это не моя даже идея с этими кофейнями. Это они мне все время, давайте мы заедем. Я говорю, слушайте, не надо, не надо, но я только одно, а уже своим говорю, займите эту нишу. Больших денег нет. Возьмите эти 300 тысяч, которые дает муниципалитет, и купите эти велосипеды кофейные. Все, купи велосипед. Вот не купят они, пройдет время, в конце мая я вынужден буду эти условия отдать другим. Поддержка предпринимательства в Сочи сегодня ощутимо, подчеркивают сами бизнесмены. 80% местных предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей на нестационарных объектах торговли, сегодня продолжат свою работу благодаря судьбоносному решению властей города. Вместо торгов, где учитываются только экономические показатели бизнеса, на курорте теперь проводят конкурсы, где в первую очередь принимают во внимание качество, опыт работы и квалификацию соискателя. Таким образом, в новую схему размещения будут включены порядка 35 объектов. Сейчас дислокация находится уже на согласовании в контролирующих органах. Это тоже немаловажный вопрос. Но все это произошло, конечно же, благодаря тому, что были совместные действия общественности, администрации. И, конечно же, Анатолия Николаевича Пахомова нельзя не отметить, потому что, в общем-то, он проявил, ну, скажем так, очень большое понимание к предпринимателям. Он поддержал предпринимателей. И только благодаря его позиции удалось, в общем-то, провести конкурс именно вот с такими процентами. Остаются в сочинском бизнесе и проблемные точки, решения которых зависят от изменений в краевые постановления. Эти вопросы глава города также взял под личный контроль. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.